Добрый день! В этом видео я начну рассказывать про серию интересных головоломок от содружества компании MF8 и Dayan. Я начал ее собирать много лет назад и постепенно по одному кубику дозаказывал, пока все 8 не собрал. Здесь 8 планет, 8 моделей. Это кубики Рубика 3х3 с дополнительными элементами. Это настоящие крэйзи кубы. Крэйзи 3х3 плюс куб. Здесь изображены схемы каждой планеты. 0 фиксированный центр, 1 подвижный центр. Оставшиеся 4 планеты. Такая вот коробочка с вырезами. Разная техническая информация. Что интересно, это старые головоломки, но они по-моему сейчас также производятся и их можно легко купить. Я решил когда-то начать именно с версии Юпитер. Я как считал, что она самая простая. На самом деле так и есть. Но мне по ошибке с наклейкой Юпитера присылали Сатурн. Вот он на боку лежит. Сатурн. И Сатурн, он оказался Юпитера сложнее. У Юпитера только один центр фиксированный. Вращаем грань, а центр остается на месте. Остальные центры все подвижные. У Сатурна ситуация другая. Здесь центр фиксированный. Здесь подвижный. 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 И противоположный тоже фиксированный. И в те времена, не умея собирать никаких крэйти кубов, конечно, для меня это была очень сложная головоломка. И я не смог ее собрать, даже используя чьи-то там обучающие видео. Вернее, понял принцип. Пробовал повторять, но где-то ошибался, запутывался. И процесс был очень длинный. И, видимо, метод был неэффективный. Потом я бросил, решил купить настоящий Юпитер. И он уже легко собрался. А Сатурн пока вот лежит. Иногда его пробую собрать, но не помню, чем здесь все закончилось, почему я не собрал. Надо будет покрутить, пока отложил. Так вот. Юпитер потом у меня появился вторым кубиком. Я также заказал Меркурий и остальные. Действительно, Юпитер самый простой. Чуть сложнее, наверное, Уран. Их я собираю примерно одинаково. И сегодня я покажу, что из себя представляет Юпитер. Как уже говорил, одна фиксированная грань, остальные подвижные. И чтобы его перемешать, нужно правильно держать, иначе плохо перемешается. Размером с обычную трешку. Ну, стандартов тех времен 57 мм. Когда-то была версия еще и в черном пластике с наклейками. Ну, у меня все в цветном пластике. Причем вот Юпитер, это старая модель. И она так крутится как-то громко. А более современный, Уран, он как-то уже помягче. Видимо, технологии поменялись. Что-то улучшили. Ну, или просто от серии к серии, от партии к партии, что-то меняется. Чтобы перемешать Юпитер, удобно держать белой гранью вверх. Просто поднимаем другие грани тоже наверх. Ну, не белыми цветами. И делаем смещение. И вот на что-то поменялось. Если то же самое делать на другой грани, то у нас внутренние элементы не перемешиваются, а перемешиваются только как 3 на 3. А это неэффективно и неинтересно. Поэтому, обращая белый центр вверх, делаем так много раз, пока все не перемешается. Можно не обязательно с каждой грани от поворачивать. Ну, просто поглядывать, чтобы было все максимально размешано. Рандомно, не глядя, здесь перемешивать тоже неэффективно. Иногда мы видим, что они сами собираются. Поэтому нужно быть еще внимательнее. Я поднимаю неперемешанные. Вижу еще неперемешанные тут, тут. Зеленый тоже был неперемешан. Главное перемешать как следует ребра. Уголки в процессе сборки ребер еще перемешаются, наверное. Так. Смотрим, вот здесь зеленый. Здесь все ребра перемешаны. Здесь синий комплект. Так. Теперь все. Тут желтые, неперемешанные. Придется их со второй попытки. Так, так. Ну, более-менее. Вот этот еще перемешаем. Как-то так. Вот перемешанный Crazy 3х3. И почему-то плюс. Я не уверен, что была версия минус или без плюс. Для меня Crazy 3х3 начинается вот именно с этого. Сейчас Сенксо выпускает циркулярные кубы, которые по факту те же самые Crazy. Но вот у 3х3 все центры фиксированные. А вот 2х2 и 4х4 уже 3 фиксированных 3 нет. Но вернемся к Юпитеру. Очевидно, можно перемешивать дальше как 3х3, но особого смысла тут уже нет. Я когда-то собирал на скорость, как-то брал в отпуск с собой эту головоломку, около 5 минут выходило. Не знаю, быстро это или нет. Если кто-то занимался подобным, напишите свое время в комментариях. Но я всегда доводил именно до хорошего перемешанного состояния, примерно как это. Как же собирать? Да примерно так же, как и перемешивали. Вот белая грань. И сначала спариваем реберные элементы. Вот ребро и центральный. Здесь нет ничего интересного. Вот. Зеленый зеленым. Два элемента есть. А таких нужно 12 ребер. До двух сторон всего 24 пары собрать. Ну и постепенно так собираем. Здесь есть. А собранные меняем на несобранные. Так. И главное собирать, не разрушая остальное. Красные. Вот тут вот кончились несобранные. Можно взять откуда-то сбоку. Так. Желтый есть. Зеленый. Ну. Здесь что-то поменять. С другой стороны. Вот так можно собрать сразу два. Здесь, кстати, третий будет. Оранжевый. Соберем синий. Теперь оранжевый. Зеленый. Синий. Желтый. Вот этот. Желтый. Так. Тут закончилось. Что-нибудь снизу подкрутим. И так продолжаем. Пока все ребра не соберутся. Да, нужно быть осторожным. У меня как-то раз, помню, разлетелись элементы. Собирается, конечно, не сложно. Но зачем так делать? Возможно, я был групп с головоломкой. Так. Всегда, в любом случае, чтобы поставить наверх несобранную пару. Ну, вот этих реберных можно пустить вниз, отвести в сторону и восстановить. Ну, и потом уже, вращая нижнюю грань, поставить несобранную конструкцию наверх. Синий. Ну, несобранных становится все меньше и меньше. Вот нас два собрались. Смотрим, есть ли еще. Есть вот тут. Когда их осталось мало, можно сделать следующее. Поставить напротив одинаковые. Тут белые. И тут белые. А вот эти два уже дособирать. Вращаем вот так. Эти сохранились. Так как эти неподвижные, белые на белые меняются. Ну, а эти будут как-то пересобираться. Вот теперь, а синий хороший. И вот этот надо поставить вот сюда. Ведем сначала вниз. Этот белый вернем. И поставим вот сюда. Разворот. И вот что у нас получилось. Четыре ребра собраны. 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 И тут. Ну, короче, везде. Дальше. Нужно собрать углы. Но прежде чем это делать, было бы неплохо расставить элементы белого креста на свои места. Для этого, ну, напротив оранжевого должен быть красный. На центры пока внимания не обращаем. И главное вот так вот не доворачиваем. Иначе все сдвинется. Главное расположение ребер относительно друг друга. Зеленый сюда. Ну, вот в кубике 3х3 мы бы что сделали? Зеленый бы вот так и опустили синий. Но тут так нельзя. Потому что при таком движении мы тут что-то портим. Значит, синий сначала поднимем наверх. Отведем. Вернем красный. И поставим на нужное место. Теперь, конечно, когда все четыре стоят на местах, их можно было стоять и не в своем порядке, мало бы что поменялось. Пришлось бы потом заново крест собирать. Но я предпочитаю делать так. И здесь можно довернуть, так чтобы все совпадало. Ну, для самопроверки это можно делать. Можно и не доворачивать, так как все равно будем сейчас вращать туда-сюда много раз. Давайте довернем. Дальше нужно центральные элементы соединить со своими уголками. Какие-то уже соединились, но большинство нет. Как мы это делаем? Ну, у нас же эта грань фиксированная. Вращаем. Видим, что здесь собрано. Поменяем на какой-нибудь несобранный. Желательно, чтобы как-то цвета совпадали. То есть нам нужен красный маленький уголочек, либо желтый маленький уголочек. Вот красный маленький уголочек. Каким-то пиф-пафом мы это сделали. Теперь вращаем. И видим, что у нас крест остается на месте, а уголочек собирается. Уголок нужно собрать с трех сторон. И мы, держа белый крест снизу, либо спереди, кому как удобнее, постепенно меняем эти уголки, пока у нас они собираются. То есть вот собрался, поменяем на какой-нибудь желтый. Так. Теперь можем сделать такие движения. Желтый и оранжевый. Сразу два собрались. Их нужно оба поменять. Какой-то вот желтый. И чтобы с пользой... Вот я вижу здесь зелененький маленький уголок, и большой элемент тоже зеленый. Их можно объединить. Зеленый собрался. Ну, тут вот желтый нужно и белый. Желтый я вижу здесь. Что можем этот же уголок просто развернуть теми же пиф-пафами. И собрать еще. Оранжевый это получился. И желтый. Да, сразу два собрались. Причем фиксированная грань только одна. Все, что не касается вращения нижней грани, можно делать абсолютно свободно. Поменяли два. Собрался синий. Меняем его. Этот тоже собран. Здесь вот желтый пригодится. Собрался желтый. Желтый меняем абсолютно на любой. Потому что здесь уже есть, что собрать. Собрался синий. Красный есть. Вот. Можно либо оранжевый собрать, либо красный. Ну, красный вот здесь вот еще есть. Хотя... Можно и потом с ним разобраться. Так. И красный, и синий можно собрать. Такой полезней. Полезней, наверное, красный. Потому что здесь еще есть несобранные части. Нехорошо оставлять в конце, вот чтобы у одного уголка было три несобранных элементика. Потом, ну, не очень удобно будет. Хотя и возможно. Поэтому лучше собирать самые несобранные. Так. Ну, это давайте поменяем. Теперь, чтобы собрать вот этот, к нему нужен белый уголочек. А все белые тут. Ну, ладно. Соберем синий. Синий собрался. Нужен белый маленький уголок. А его тут нет. Ну, ладно. Видимо, мы придем к плохой ситуации. Я, наверное, соберу сейчас зеленый. И желтый вот собрался. Тут поменяю на зеленый. Тут поменяю. А не на что больше поменять. Все осталось вот здесь. Давайте я соберу красный. А вот эти два. Один был собран, второй нет. Я сделал диагональный такой поворот и ничего не поменялось. Так как один собранный, так и остался. Но зато собрался вот этот. И теперь у меня вот эти два собранных, а вот эти два совсем нет. Здесь можно поступать по-разному. Из урана стало очевидно, что не обязательно держать что-то там по диагонали. Но сейчас покажу основной прием. я на это место поставлю собранный зеленый какой-нибудь. Угу. Да. Раз у нас плохая ситуация пришла. И по диагонали вот что-то еще. Ну и теперь нам нужно собирать постепенно вот этот элемент. И в конце они оба соберутся. Ага. А у нас тут еще один нашелся. Ну да ладно. Это даже удобнее будет. Но сначала я разверну двумя пиф-пафами этот уголок, чтобы белый элемент встал сюда. А кстати, можно вот белый-зеленый чтобы встал сюда. Будет, наверное, очень удобно. Так. Соберу сразу два. Здесь останется два. А тут где-то еще один был. Вот этот. Его потом там поставим. Главное, какой стороной? Красной стороной поставим, так как там красный маленький уголок. Так. По диагонали. Теперь вот эти два зеленых на месте. Этот собрался. Разворачиваем еще раз. И все. И конец. Теперь у нас проверяем, что все элементы спарены с центральными. Значит, хорошо. И остается для начала собрать первый слой. Ни в коем случае не доворачиваем крест, иначе уголки попортятся. Сначала собираем первый слой относительно ребер, а потом уже собираем как 3х3. Вот зелено-оранжевый должно быть сюда. Зелено-оранжевый угол синий-красный. И в той вот тут, к сожалению, применить сложно, хотя при большом желании и возможно. Просто надо будет делать и в той с неправильным ребром. И вот, собрав первый слой, мы просто доворачиваем, пока у нас центр не восстанавливается. А здесь уже ничего не испортится, так как все белое. Дальше собираем просто как 3х3, но не используя движение нижней грани, да и средний слой лучше тоже не использовать, так как при переводе центра сюда у нас фиксированным становится та грань, где этот центр. Поэтому всякие движения M лучше не брать. Вот зелено-оранжевые. Просто ставим базовыми алгоритмами из метода для начинающих. Ну, можно и другими. Так. и остается здесь. Здесь можно стандартный F2L. Также OLL лучше не горячиться сделать в два этапа, чтобы кубик не самый стабильный. Получаем вертолет. Я опять же из соображений безопасности делаю его через две рыбки, а можно и вообще пиф-пафами. И остается у нас P-L. Ну, понятно, что левая лямбда ничего не сломает, но для полноты картины я сделаю все равно P-L два этапа. Так будет проще для тех, кто не владеет методом Фридрих. Два ребра на месте. Делаем семерку. при некоторой аккуратности можно собирать очень даже быстро. получаем терминатор. Опять не рискуем, сделаем лучше через пару А-1. Но терминатор, по-моему, тоже ничего не сломает. и вот Крейзи Куб 3х3 Юпитер собран. Самый простой из этой серии, если вы хотите начать Крейзи серию изучать, а это все-таки посложнее, чем циркулярный 3х3 Ценцо, а тут особо заморачиваться не нужно, а то начинать нужно именно с Юпитера, хотя по логике должен быть Меркурий, но Меркурий посложнее, там наоборот одна грань не фиксированная, белая, остальные все фиксированные. Причем Меркурий я пробовал собирать похожим способом, что и Юпитер, и в конце мне получалось только невозможно переставить, то ли развернуть два ребра, то ли переставить, то ли развернуть, я уже не помню, я начал пробовать другие методы, собирать отдельно ребра, потом отдельно углы, но пока не нашел для себя удобного, хотя знаю, что многие и по-разному собирают Меркурий, головка же старая, но хотелось как-то самому что-то вывести, чуть позже к нему вернусь. А вот Уран легко поддался, про него я расскажу в следующий раз. Если вы как-то интереснее собираете Юпитер, пишите в комментариях, на этом все, всем спасибо, всем пока.